МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это масштабного международного проекта, который называется «Театр». Официально это называется «Секция театра». Что нам ждать и что предстоит? В этом году самое главное то, что работа секции театральной взаимодействует очень плотно. И основой является Европейская театральная премия. Это очень престижная награда европейская, которая вручается уже на протяжении многих лет. И вручается в разных городах Европы. Вручался в Петербурге несколько лет назад. Тогда премию получал Андрей Могучий за театральную реальность. Там есть такое направление, за новую театральную реальность. Получал Любимов, получал Додин в свое время. И сегодня второй раз они вручают ее в Петербурге. Но в чем взаимодействие? В том, что там 8 лауреатов. И эти режиссеры из европейских городов и стран приезжают, привозят свои спектакли. То есть, по сути дела, получается такой мини-фестиваль. Кроме этого, конечно, мастер-классы. Кроме этого, конечно, встречи. Кроме этого, симпозиум международных театральных критиков. Вообще приезжает более 350 иностранных гостей. И это ключевые фигуры? И именно на театральную вот эту историю. Тут и критики театральные, и журналисты, и актеры. Это очень интересно. В рамках этого всей истории будет обязательно презентация Олимпианы нашей международной театральной, которая тоже будет проведена в 2019 году в Петербурге. Основа будет в Петербурге. И на презентацию приедут члены Олимпийского комитета. И там будет ваш старый добрый знакомый из Японии. Приедет Сузуки, приедет Торзополс, приедет Гебельс. Гебельс будет, по крайней мере, приглашен. И пока, я надеюсь, может быть, он приедет в Вилсон, который тоже член комитета. Роберт Вилсон. Да, Роберт Вилсон. Поэтому такая очень серьезная. Мне нравится это еще почему? Потому что основа и тема – это международные контакты. Это сегодня очень важно. Просто добавлю еще, что Совет Европы и Европарламент считает вот эту театральную премию самой престижной в Европе. То есть, ну, это признание, по крайней мере, на уровне всего европейского сообщества, оно говорит само за себя. Это просто потрясающе. У нас сегодня 12 число. И вот буквально некоторое время тому назад открылась выставка, которая, безусловно, привлечет самое пристальное внимание. Потому что по страницам этого выставочного пространства можно проследить, как менялся дух, форма и содержание, ну, по крайней мере, советского российского театра. И связано это с вашей персоной, с вашими спектаклями. Выставка называется «50 сюжетов Валерия Фокина». И я понимаю, что вот за таким красивым словом «сюжеты» скрыто конкретное количество лет с момента первых постановок. 68-го года. Да, да, 68-го года. Первая режиссерская работа. А вот если бы вам какой-нибудь совсем неопытный журналист задал самый наивный вопрос. Из почти 80 спектаклей, ну, больше даже. 90. 90. Сейчас репетирую 90-й. Наверное, все-таки запоминается «Первый», прежде всего «И». И вот, и что еще? Нет, ну, тут ведь очень все просто. Дело в том, что я могу назвать, вот так я совершенно не лукавлю, там буквально несколько спектаклей, которых я считаю, которым я очень доволен. Ну, насколько могу быть доволен. В каком плане? В том плане, что в них удалось наиболее сократить вот этот разрыв между тем, что хочешь, и то, что получилось. Это самое ведь главное. Насколько ты можешь сократить этот разрыв. Вот таких спектаклей было, там, 6, может быть, там, из 97. Когда вот все-таки максимально удавалось сократить разрыв почти, почти, почти. Все равно не получается так, чтобы до конца. Но все-таки. Потому что остальные спектакли, что-то получилось больше, что-то меньше. Одни имели огромный кассовый успех, другие были очень актуальны в определенное время. Третьи были как опыт, как лаборатория и так далее. Каждый спектакль, он ценен как опыт, как движение. Главное только не зацикливаться на этом, а понимать. Это взяли, пошли дальше. Вот это вот чувство дебюта, которое мне... Неотъемлемое. Да, которое мне привил Городовский еще, так сказать, довольно плотно, которому я всегда стараюсь следовать. Это вот это очень важное свойство. Потому что эта профессия очень странная, ведь она не зависит от физического возраста, между прочим. Я всегда привожу пример, как я видел последний, один из последних спектаклей с трейлера. И если бы я не знал, что ему уже было там 74 года, я бы просто сказал, что это молодой какой-то человек поставил, насколько это было чувственно, темпераментно и заводно. Это пикало-театр был, да? Это было в пикало-театре Морево. Поэтому это не зависит. Бывают тут такие вещи, любимого можно вспомнить, который репетировал до последнего, там, до 96 лет. И князя Игоря, и вообще, и так далее, и так далее. Поэтому такая профессия странная. А может быть, стариком и в 20. А почему нет? Тоже может быть. Все зависит вот от пристального внимания, конечно, и к чувству дебюта, и к максимальным претензиям профессиональным по отношению к себе. Это очень важно. Ну вот я абсолютно согласен, что да, сократить этот зазор, который возникает между вашим замыслом и тем, что происходит уже по результатам репетиции. А разве нет в этом... Я сейчас так романтически спрошу. А разве нет в этом еще плюса, который невозможно просчитать ни во время репетиции, а то, что рождается уже только при зрителе. Вдруг спектакль, который казался сырым и достаточно аморфным, вдруг становится жесткой, прекрасной конструкцией, еще со сверхсмыслами, о которых вы даже, может быть, не догадывали. Нет, конечно, это бывает очень часто. Это часто бывает. И бывает так, что ты репетируешь, и тебе кажется, что это... Ну не то, что проходная работа. У меня такие были случаи. Просто это работа, в которой надо выполнить определенные задачи, не более того. Но вдруг, ближе к премьере, во время рождения, еще с приходом зрителя оказывается, что там совершенно другой план обнаруживается. И он не просто нужен залу, но он еще и оказался очень художественно, таким любопытным. Такое и бывает, такие вещи. Мы вспомнили Любимова. Я помню, что у него был замечательный спектакль «Азорий здесь тихий» в свое время, в советское, по повести Бориса Васильева. И он мне говорил, да ну, сейчас мне к дате надо поставить, 9 мая сейчас поставим. Гигантский был успех в декорации Боровского Давида. Этот грузовик, который разъезжался на разные части. Это вообще история этих девушек, погибших девочек. Все вдруг совпало. Он сам, я помню, он мне говорил, я потом Достоевского. Вот я сейчас жду Достоевич, сейчас вот это сделаю, сейчас Достоевск. Такие случаи бывают. Будут показаны ваши спектакли. Не только ваши, но раз мы говорим все-таки о такой очень существенной дате, 50 сюжетов вашей биографии, 50 лет фактически жизни в театре. Какие спектакли, я так понимаю, что это какие-то свежие будут, да? Это Швейк, наверное? Нет, но это связано с премией с европейской, поскольку я один из лауреатов в этом году. Я вас поздравляю. Спасибо. Они попросили, так сказать, чтобы были последние премьеры, поэтому, значит, будет показан Маскарад, будет показан Швейк, и будет показан спектакль, который вы видели, 2016, на новой сцене. Значит, вот это будет идти там, по-моему, 15-го, 16-го и 17-го. Это по текстам Кирилла Валерича Фокина? Да, да, по текстам Кирилла, да. И 17-го будет церемония награждения, и будет идти Маскарад потом. Вот так задумано. Кто из театральных лиц будет вам наиболее симпатичен? Кого вы ждете, а с кем будете вести закулисные переговоры о возможном сотрудничестве? Или, может быть, не закулисные, а это будет все в рамках театральных столов? Нет, ну сейчас самое главное для нас это проведение Олимпиады. Потому что все-таки... 19-й год. Да, во-первых, год театра. Это является ключевым событием года театра Олимпиады. Все-таки более 30 стран мира, не только Европы, уже дали согласие, приедут. Вот сейчас уже ведут переговоры очень плотные. В ближайшее время будут рабочие визиты уже осматривать площадки. Потому что это будет не только идти на территорию Александринки. Вообще и в Петербурге, и в театрах питерских. Балтийский дом, наверное, будет. В Балтийские дома БДТ будут задействованы малодраматические и открытые пространства. Потому что открытие предполагается 15 июня в Белые ночи. Предполагается некое театрализованное, безусловно, открытие. Но там в конце июня фестиваль Валерия Бесаловича Герми... Белые ночи. Белые ночи. И я с ним веду разговоры, переговоры о том, чтобы сыграть что-то, исполнить на открытом воздухе. Может быть, что-то, чтобы задействовать, может, Петропавловку. Может быть, Михайловский замок. То есть очень важно, потому что Петербург вообще театральный город даже по архитектуре, по антуражу. Он как декорация. И поэтому стоит задействовать и город тоже. Он и задуман так, Петро. Он и задуман так. Ну, а потом там очень плотная программа, конечно. Экспериментальная, будет элекционная, мастер-классы, опять же, конференции всякие научные. И спектакли классиков, которых я перечислил. Плюс к ним добавятся и Морталер, и Макберни. В общем, там очень много интересных программ. Самый главный акцент будет на сентябрь, октябрь, ноябрь. Вот это такой театральный. Но в июне мы уже откроем и начнем что-то играть. Это мы говорим про 2019 год. 2019 год, да. Поэтому сейчас во время форума, возвращаясь к нашей теме, презентации, на которой мы уже расскажем программу полностью, уже пофамильно, по названиям. Ну и вот это самое главное, чтобы подключить к этому и иностранных гостей, которые будут приезжать, и наших. Потому что еще плюс к этому Петербургу как бы основное место. А мы будем выезжать в регионы. Будем распространять эту олимпийскую тему и в регионы. Потому что там задумана поездка, большие гастроли до Владивостока. В Владивостоке приезжают японцы. Должны показать спектакль. Там круглый стол. В общем, довольно много. Ну, это просто очень здорово, то, что два полюса таких могучих, да, Москва и Санкт-Петербург, я имею в виду театральные, такие магниты, они сейчас, не теряя своего влияния, все-таки переключаются и на регионы. Совершенно фантастические заслуги. Здесь и золотая маска, безусловно, сыграла свою роль. И вот это вот распределение интересов по всей территории страны, включая Дальний Восток, это замечательно. Это просто замечательно. К Олимпиаде подключаются, кстати, фестивали. И Чеховский фестиваль, и Баска, и Балдом, конечно, в Питере. То есть они лучшие какие-то постановки своих фестивалей привезут в Петербург. То есть там мы вместе очень взаимодействуем. Но репетировать вам, значит, свой 90-й спектакль будет некогда в ближайшей неделе. Нет, я сейчас начну репетировать. Я его репетировал, но потом сейчас перерыв был, потому что было много работы текущей. Мы сделали новую редакцию Ксении Блаженной в спектакле. Вводы были большие. В общем, напряженно уже начали. Нагрузка будет большая и на театр в следующем году, потому что основа вообще этого проведения – это Александринский театр. Сейчас буду возвращаться к репетициям Сталина, премьера которого в феврале. И поэтому это для меня очень важно. Тут очень важно, ну, я как бы умею, хотя это трудно, вот человека-менеджера отбивать от человека-режиссера. Творца. То, что один начинает другому, вернее, вот менеджер начинает мешать. Он более наглый в этом смысле. Он начинает того отпихивать и убаюкивать его тем, что да и наверстаешь потом. Вот это вот фигня, за которой надо очень внимательно следить. Ну, может быть, в разговоре о Сталине как раз это и хорошо, когда такой вот менеджер пододвигает. Может быть, это как раз такая персона, где высокохудожественного осмысления не требуется? Нет, ну как не требуется. Надо же вскрыть этот характер, попытаться найти в какие-то стороны. А есть загадки еще в нем? Очень много загадок, связанных с тем, что это была незаурядная личность. Это надо признать. Он был очень одаренный человек. И тем более мы же берем этап, когда до первого ареста, то есть еще когда человек порывает молодой семинарии, порывает с духовным образованием и вступает на путь революции. Вот это формирование, оно интересно. Я вам очень признателен за книжку Кирилла. Я с удовольствием почитаю. Но вот здесь вот есть уже тексты, которые трепещут в ожидании того, что они будут вынесены на сцену, скажем так. Мне трудно сказать. Я не знаю. Мне нравится, честно говоря. Он мне все дает читать. Я как бы первый такой читатель. Интересный роман, такая фантастическая история. Там действие происходит аж до 90-х годов 21 века. И там такие переброски в историю, во времени, в этом, в этом, в этом. Вообще они какие-то другие поколения. Не потому что это мой сын, но вообще поколение другое. Они верят в эту страну и хотят перемен по-настоящему. С одной стороны есть свободность, а с другой стороны есть какое-то понимание, что нужно делать в стране. Мне это радует. Спасибо вам большое. Спасибо. Валерий Фокин сегодня в главной роли. Низкий поклон. Ждем открытия культурного форума в Санкт-Петербурге. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова